Чудом удалось избежать аварии владельцу видеорегистратора. Сегодня в одном из микрорайонов Иркутского района, как пушинки, скользили даже большие машины. Даже когда соблюдали правила. А ведь не секрет, что законопослушно у нас далеко не все водители. Как изменилось число автохамов в непростых погодных условиях сегодня, решил узнать Павел Марчуков. Смотрите нашу традиционную рубрику. Скорость нежеразрешенная водитель нашего автомобиля держит не случайно для безопасности команды. Ну и конечно, так проще рассмотреть иркутских автохамов. Нам предстоит ответить на вопрос, стало ли их больше из-за непогоды. И первое, что бросается в глаза, количество машин на дорогах. Из-за непогоды большинство автомобилистов отказались от своих машин и предпочли им общественный транспорт. И это проявление своего рода уважения к другим участникам движения. Ведь ездить на летней резине в такую погоду опасно. Ведь риск попасть в ДТП из-за погодных условий возрастает в несколько раз. Однако, как показывает статистика, водители областного центра знают об этом. На территории Иркутской области уже несколько дней фиксируются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции, к счастью, не фиксируют увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки на территории Иркутской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, из которых 44 – это с материальным ущербом. Эта цифра не превышает среднестатические показатели по области за сутки. Однако число нарушений меньше не становится. Правда, грешат не водители. Наш регистратор фиксирует, как пешеходы преодолевают проезжую часть в неположенном месте. Видимо, люди не привыкли к морозу и пересекают дорогу там, где быстрее. На их фоне автомобилисты более дисциплинированы. Такие же вежливые, хорошие. То есть и поворотники всегда включают. Конечно. Водители более спокойнее стали. Поосторожнее, конечно, стали. Ну а в чем эта осторожность выражается? Ну, скоростной режим. Но не все так идеально. А вот и доказательства. Мы зафиксировали, как автохам выехал на встречку перед нашей машиной. Именно из-за таких единичных нарушений сложить пазл безопасности на дорогах никак не получается. Причем в любую погоду. Павел Марчаков, Михаил Глызин. Новости по будням.